70-летию Сталинградской битвы посвящается. В средней школе номер 20 имени Карбышева состоялся урок мужества. Практически все историки сходятся в едином мнении. Это сражение стало переломным моментом в истории Великой Отечественной. Вместо сражений точные даты и факты. За данными из учебника истории, тысячи имен героев, положивших свои жизни на алтарь победы. Один из них – ветеран Великой Отечественной войны, участник сражений под Сталинградом Петр Федорович Колпаков. Летом ему исполнится 97. Несмотря на почтенный возраст, он бодр и активен. А еще у него прекрасная память. Без запинок повествует о том, что пришлось пережить в страшные годы войны. Срочно нас направили на защиту Сталинграда. 15 августа 1942 года вардеицы-десантники вступили в разноченные бои на Крестском направлении Сталинградского фронта. Немцы не выделили же нашей атаки. Отступили до 20 километров. Это было важно для нас. Мы освободили переправу через Дон. Это был очень важный объект. Провел в боях с первого до последнего дня Сталинградской битвы. Он же участник и битвы на Курской дуге, и битвы за Варшаву и за Берлин. Это уникальный человек со всех точек зрения. Очень добрый, очень приятный. Я думаю, что вы сами убедились в этом. Очень простой. И повторюсь, что несмотря на то, что ему 97 лет, через несколько месяцев исполнится, он еще в строю. В классе учащиеся школы, члены мемориального отряда, учителя, почетные гости. Уроки мужества носят воспитательный характер и позволяют формировать у молодежи ориентиры и цели в жизни. Закрывать информационные пробелы в воспитании подрастающего поколения – задача конкретная. Для средней школы номер 20, которая носит имя Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева, можно считать основное учреждение, является Центром патриотического воспитания. Дети сами прекрасно все видят, когда исследуют некоторые вопросы, исследуют материалы, архивные документы, занимаются музейной работой, где есть ложь, где есть правда, где есть черная, где есть белая. Наша задача детям дать информацию, а объективность, субъективность и выводы они делают непосредственно сами. Подлога информации исторической быть не может, и мы стоим на страже духовности и нашей победы. Уроки мужества ученикам 20-й школы дают возможность не только задавать вопросы, но и высказывать свое мнение. Почетные гости могут больше узнать о взглядах молодого поколения, и их они точно не разочаруют. Для всей нашей школы это большая честь, что нас смог посетить живой пример Великой Отечественной войны. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше и меньше, и это великая утрата. Но я с гордостью могу сказать, что сегодня мы сможем с первых уст услышать те воспоминания тяжелых времен войны. Сегодня в Бресте проживает 200 ветеранов Великой Отечественной, из которых 105 – участники боевых действий. И, наверное, ничто так не воспитывает в молодом поколении патриотизм, как живые примеры мужества и стойкости. Субтитры создавал DimaTorzok